Кто-то, я не помню, даже из руководства ЖЖ мне писал, что очень прикольный ник, и он очень легко запоминается, и он смешной. Наверное, как-то это подтолкнул меня на это Антон Борисович Носик со своим непроизносимым ником. Как-то я посмотрел интервью, он такой говорит, чтобы меня никогда не цитировали нигде в СМИ и в прессе, ну вот, я сделал себе такой непроизносимый ник, который во всех соцсетях, в принципе, свободен, можешь в любой момент себе почту там зарегистрировать и так далее. Расскажи, куда мы сейчас вышли? Вышли на набережную, вот это, кстати, центральная набережная, вот посмотри вот здесь, это хорошо охарактеризует весь город, вот так вот везде, везде вот такие вот заборчики, которые периодически падают еще. Их моют таджики. Здесь очень много можно встретить каких-нибудь заведений, какой-нибудь общепит, и прям внутри растет дерево в потолок. Не было, не видели такого? Да, это очень много. Может быть несколько деревьев, потому что их рубить нельзя все очень. Вообще нигде на территории города. Ну, ты сам покупаешься в горе? Смотри, за последние три года, в этом году, естественно, еще нет, в прошлом году ни разу, у вас за прошлом один раз купался, хотя все лето был в Сочи, как-то не люблю, я плавать не умею. Да ты чего? Сам родом из-под Краснодара, рядом с Краснодаром, есть маленький город Абинск, вот, население буквально тысяч, по-моему, 70. Сам оттуда. Хотя начало июня... А что так мало народу? Потому что дорого в городе, никто сюда не хочет. Вот здесь вот все, практически, кто отдыхает, это 100% местные. Вот здесь вот будет один-два человека, а не местные. Это точно, потому что местные никогда не ходят в купальниках по пляжу или по городу. В городе, кстати, очень часто можно встретить людей, которые идут в купальниках или в плахах по центру города, потому что для них Сочи это... Одно большая, один большой пляж. Один большой пляж, да, это... В Сочи в свое время брат с другом организовали фирму небольшую, занимаются автозапчастями для иномарок, и я работаю у них последние полтора года. Да, вот это вот... Вот это вот все, это гостиничные номера. Правда, не знаю, где люди живут, ночуют и так далее, потому что везде... И вот, допустим, это ресторан, дальше еще один ресторан, и тут очень шумно вечером, очень шумно. Это киноконцертный зал фестивальный, очень известное здание. Его 4 года назад собирались снести из-за того, что построить здесь какой-то хотели отель очередной или несколько высоток, что-то такое. Я в институте на втором курсе даже собирал подписи по поводу этого всего за зачет. Каждый студент должен был собрать ему 20-30 подписей в институте, чтобы это здание не сносили. Ему нет аналогов в Европе, это единственное здание с тремя стенами. То есть ты сидишь, получается, на вот этих трибунах, или как их назвать, ты видишь сцену, и ты видишь море. Блог я завел перед Новым годом, но читал я его давно, уже, наверное, в течение нескольких лет. До этого вел блог в другой такой малоизвестной социальной сети в течение, наверное, года или полутора лет. Потом я ее забросил, потому что стало скучно. Вот, ну, параллельно все это время читал ЖЖ. Хлево. Хлево, меня тут как-то облило случайно. А не видишь, со всех сторон как-то льется вода. Я вот здесь проезжал на велосипеде, там какой-то сбой произошел, и меня практически вот там полностью окатило водой на велосипеде. Такое бывает. Водители в Сочи, кстати, очень культурные. В Москве вот для меня было дикостью, когда кто-то кого-то там не пропускает в поток. Здесь вот смотри. Первая же машина пропустит пешеходов обязательно. Если кто-то будет обгонять слева, обязательно пропустит там, или справа, не важно, пропустит в поток. Друг другу посигналят благодаря аварийкой, и это нормальное дело. Мишка, связанная с часами, что с этой стороны, вот напротив Мурпорта, отчет идет до пара Олимпийских игр. И можно очень легко выкупить неместного человека, он обязательно сфотографируется с этой стороны, потому что до него не доходит. С той стороны тоже часы, и они как раз-таки ведут отчет, да, до самих Олимпийских игр. Вот здесь вот видишь, здесь 247 дней, а там было что-то больше. Вот это вот, вот это настоящая отчетка. Это, кстати, гостиница Москва. Вот, в прошлом году ее начали реконструировать. Собирались тоже сносить, был даже в интернете проект по ее сносу, но решили, что не будут сносить по той причине, что в город попадает ветер. Она вот в том числе функцию выполняет. Ветрозащитную, да? Да, с моря не пускает ветер. Что надо смотреть, это здание отдела УВД центрального района. Вот, и оно в свое время, вот где буквально стоит полицейский, там стоят ворота, и вот это вот здание, оно было в свое время публичным домом для моряков. На самом деле это известный факт, все его знают, местный. Для моряков, потому что, чтобы они, то есть в порт приходит судно, они идут в этот публичный дом, спускают все бабло, в город их не пускают, и уплывают обратно. Сейчас там отдел УВД центрального района. Тут очень вкусное пиво, по-моему, лучшее в Сочи. Немецкая, там немецкая музыка, колбаски, очень прикольные. Пойдем пока посмотрим. Мое море, прошу тебя, не выплюни меня на берег. Во время очередной бури твоих истерик. Я так давно тебя искал по грязным пресным руслам, зубами сети рвал, напрягая каждый мускул.